здравствуйте с вами анастасия на канале еда на любой вкус сегодня приготовим очень пышные лепешки на кефире хотя рецепт проверенный и старинный есть несколько нюансов в приготовлении соблюдая которые можно получить максимум пышности и вкуса об этом расскажу но если вам понравится видео то не забудьте поставить палец вверх таким образом его посмотрит большее количество людей что очень важно для канала и конечно же напишите комментарий буду признательна ну а мы начинаем в миску всыпаем соль и сахар по вкусу разбиваем яйцо и все взбалтываем венчиком не рекомендую использовать много сахара иначе лепешки будут румяниться быстрее чем это нужно теперь можно добавлять кефир я беру прямо из холодильника но если у вас есть время то используйте кефир комнатной температуры заранее его достаньте важный момент это использовать лучше натуральный и максимально не жидкий кефир чтобы не пришлось добавлять слишком много муки из общего количества берем немного муки и просеиваем вместе с содой соду добавляем с мукой они в кефир и уж тем более гасить ее не стоит и далее уже добавляем муку понемногу важно здесь не переборщить замешиваем тесто в итоге оно получается максимально липким у меня ушло на мой кефир 600 грамм муки но возможно у вас идет чуть больше помните что тесто не нужно забивать в конце замешивания вмешиваем растительное масло липкое тесто кладем в миску накрываем и оставляем минимум на 20 минут это тоже очень важно нужно чтобы сода успела вступить в реакцию далее будем использовать муку для разделки теста как бы обваливая его разделим на кусочки каждый кусочек скатываем в шарик таким образом при раскатке у нас лепешки будут с ровными краями всего получилось у меня 11 штук также обмакивая шарики теста в муку раскатываем толщиной чуть больше 5 миллиметров делаем три разреза в середине таким образом тесто лучше прожарится и равномернее будет подниматься ну а лишнюю муку перед самой жаркой будем стряхивать готовность масла можно проверить щепоткой муки жарим лепешки на разогретом не до дыма растительном масле с двух сторон до румяного цвета как только положили лепешку в разогретое масло засеките 5-7 секунд затем переверните и повторите это с другой стороной первые переворачивания не дают образовываться большим пузырям и поэтому лепешки будут равномерные пышные и красивые после обжарьте с двух сторон до нужного колера жарка одной лепешки занимает примерно по 2-2 с половиной минуты готовы лепешки выкладываем на бумажные полотенца чтобы убрать излишки масла сверху и они готовы аппетитные воздушные и мягкие конечно же лучше их есть с пылу жару готовьте с удовольствием делитесь видео с друзьями но чтобы не пропустить следующее видео подписывайтесь и жмите на колокольчик видео уже совсем скоро на этом сегодня все пока